Англичане вероломно напали на нас между 13 и 14 ходом и таким образом Франция оказалась в состоянии войны с Англией. Перед тем как начать боевые действия, стоит оценить противника. Это будет мудрое решение. Во-первых, в чем мы уже понесли потери? Атакуя Париж, они срезали где-то половину нашей торговли. У нас, по-моему, было больше 2000, сейчас только 1400. Война это всегда убытки и всегда угроза экономике. Нахождение вражеских стеков на нашей территории режет торговлю. Вот они стоят прямо на торговом пути и это негативно сказывается на нашей торговле. Компенсируем это за счет того, что у нас растет сельское хозяйство, налоги, выжимаем все из купечества. Кстати, насчет войны. Если ведете войны, постарайтесь, чтобы у вас хорошие доходы давали те предприятия, доход от которых не зависит от внешних неприятных факторов. Таких как атака ваших городов, таких как разорение ваших дорог и трактов разбойниками чужих армий. Очень помогают в этом рудники, очень помогают купечества. Не знаю как насчет налогов. Казна правителя, но она всегда остается неизменной. И дипломатия. Дипломатией мы вообще сработали просто на ура и очень, очень прекрасно. Пытаясь компенсировать наносимый нам урон. Кстати, коррупция тоже пока что работает в нашу пользу. Ну а что кушает? Что кушает нашу казну? Это выплаты. Выплаты это те поощрения, которые платятся нашим послам, священникам, шпионам, убийцам. Сюда же входит содержание, точнее дополнительные выплаты нашим полководцам и их телохранителям. Итого мы на это тратим 2200. Армия нам обходится 8800 золотых. Ну и потратили почти 2000 на найм войск в последнее время. Кстати, давайте попробуем сравнить Англию и Францию перед началом военных действий. И по общему рейтингу англичане превосходят нас. По военному рейтингу превосходят нас где-то в районе 30 тысяч. Рейтинга у них в районе 100 тысяч. То есть, как минимум превосходят нас в 3-4 раза. Мы начинаем подниматься, они возвращают себе былое могущество. Ну отсюда можно судить, что если наши потери будут 1 к 3, то есть 1 француз, мы одного француза будем менять на троих англичан, то мы сможем дать отпор. Если потери будут еще меньше, мы сможем победить. Но это учитывая только данный фронт. Таковы будут итоги нашей войны. Так, это военный рейтинг. Рейтинг производства. По рейтингу производства можно судить, что с какого-то момента они свое производство приостановили. Это, наверное, 10 или 11 ход. И, скорее всего, все свои деньги отправили на найм войск. То есть, начали готовиться примерно отсюда к войне. Ну и с этого же периода, 10 или 11 хода, производство наше перестало расти и остается на том уровне, пик которого был достигнут в этот момент. Территориальный рейтинг. Вот это вот интересно. У нас столько же территорий, сколько и у Англии. В этом мы равны. 9 провинций. Финансовый рейтинг. Ага, видите, да? Как у них было много денежек, больше 12 тысяч с самого начала. У нас было меньше казна. И они изрядно потратились на свои войска, на военные приготовления. Опять же, где-то начиная с 11 хода у них идут траты, скорее всего, на найм войск. Наша казна лучше. И буду надеяться, что наша экономика посильнее английской будет, так как от нашей экономики будет очень многое зависеть. Ну, по населению они нас превосходят и по общему рейтингу тоже. Вот, анализируя подобные графики, можно примерно судить, что нас ждет и насколько нам предстоит выложиться в этой войне, чтобы как-то ее выиграть. Помним, что за весь период, который нам предстояло провести это, до 9 хода мы боролись с вассальными, мятежными графствами, герцогствами. И за это время мы потеряли 1681 француза, 1681 солдата. И уже состоялась первая битва с англичанами в этом полугодии. Наверное, битва прошла осенью, так как сейчас зима. И в этой битве мы успели потерять еще 264 солдата. И всего с самого начала кампании наши потери составили 1925 солдат. Помним, мы начинали с тремя тысячами солдат, и большинство из них уже кануло в лету, погибли. Но мы успели провести всеобщую мобилизацию войск. И к данному моменту, до начала войны, мы сумели собрать под меч 4757 воинов. Военную статистику я вам предоставлю. По родам войск сейчас. Почему я все это сейчас обговариваю? Для того, чтобы мы могли примерно оценить, каковы у нас шансы борьбы против Англии. Чем мы владеем. И в чем наша сила, а в чем наша слабость. Помним, мы начинали кампанию с тем, что у нас было 2040 копейщиков. Сейчас, благодаря мобилизации, у нас 2404 копейщика. Копейщики и появились более мощные сержанты в кольчугах. Атака 4 у них повыше, общая защита 14. Эти ребята, общая защита 6 за счет щита. И атака 3. То есть, они сильны только если атакуют с той руки, в которой у них щит. Насчет лучников. Было с первого хода 816. Стало, благодаря мобилизации, 2061. И, в общем-то, 4465 солдат из 4757. Это лучники и копейщики. То есть, воевать мы будем, грубо говоря, ополчением против тех войск, которые против нас отсылают Англия. Появились у нас мечники. Их у нас не было. Сейчас 82 человека. Ну и то, что должно выгодно отличать нас от всех остальных западных империй. Это наша непобедимая французская кавалерия. Было у нас со старта 96 всадников. Стало 137. Ненамного мы успели поднять наш кавалерийский состав. Но, увы, это объясняется тем, что кавалерия очень дорого стоит. В найме 1000 рыцарей-феодалы стоит наша лучшая кавалерия. И в содержании 375 золотых монет. Элита. Элита у нас уменьшилась число. 77 было. Стало 73. Итого наша армия 4757 человек. В армии короля, которая, скорее всего, сейчас будет атаковать английский стек войск, находится 1415 солдат. В осажденном Париже находится сейчас 982 человека. Еще примерно 150 солдат готовы прийти им на помощь. А также в Бурже у нас есть армия 1084 солдата. Туда мы идем. В принципе, армией нашего правителя объединить войска. Снять осаду с Парижа. И попытаться перевести войну уже не на французскую территорию, из-за этой войны мы теряем в торговле, а на английскую территорию, чтобы в казне теряли они. У них и так денег немного, чтобы у них вообще денег не было на заказы. Но проблема в том, что английская армия отправляется и в сторону Тулузы. Мы будем решать, кого нанимать нашей казной. Хотя есть и одна хорошая новость. Англия воюет с двумя фракциями одновременно. Они воюют с Шотландией. Шотландцы наши союзники. И надеюсь, что английская машина не сможет отвлечь все свои армии, которых, по моему подсчету, где-то в три раза больше, чем наших. Если у нас почти 5000 солдат, то у них, наверное, 1010-15 воинов есть. Сколько они еще смогут поставить под меч, неизвестно. Но в любом случае, вся английская армия прийти к нам не сможет. Им нужно отражать атаку Шотландии. Если они этого не будут делать, если они таки обрушат на нас 15 тысяч своих солдат, то потеряют территории. А если они потеряют территории на островной своей части, они станут куда слабее. То есть нам будет легче их одолеть. Так что искренне надеюсь, что Шотландия своего не упустит. Одну-две территории, если шотландцы завоюют, я буду только счастлив. Это поможет нам в войне с Англией. Но всегда есть риск открытия 2-го и 3-го фронтов. У нас есть Арагон. Его дипломат, кстати, преграждает нам путь. Они могут сговориться с Англией, нарушив союз с нами. Пока мы сильны, может, они этого и не сделают. Хотя понять, насколько мы по сравнению с ними сильны, можно по общему счету. Да, они нас даже и не заметят. Наверное, проигнорируют. По военному рейтингу тоже мы им не читаем. Кстати, Англия вот начала примерно с 10-11 хода нанимать войска. Арагон уходит вперед, а мы где-то в заднице находимся. Священная Римская империя. С ней у нас тоже общая граница. Они, я думаю, тоже нас ни во что ставить не будут. Так что с союзами у нас может быть проблема. Тем более, если мы будем терять войска. Но нам важно как можно дольше сохранять ситуацию, в которой только мы будем воевать с Англией. Я имею в виду, только Англия будет воевать с нами. Чтобы мы сначала разбили или ослабили одного противника, подготовили его к мирному договору. И если вдруг решится на нас напасть кто-то другой, чтобы это уже было после окончания войны с Англией. Иначе наша экономика просто не выдержит. Что ж, друзья. Сейчас нам предстоит принять сложное решение. Кого атаковать? Так, для того, чтобы посмотреть, кто в стеке находится, используем хитрый прием. Подведем наши небольшие войска. В основном это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять отрядов ополчения. Но благодаря тому, что вот эти уже, конечно, менее опытные, не серебряные лычки, как в прошлый раз. Шесть, три. Но они чета нашим. Три отряда лучников. Это хорошо, что лучников немного. Английские копейщики ополченцы. Вот это что-то посильнее, но не такие сильные, как наши. Воины в кольчугах, по-моему. Общая защита у них девять, атака четыре. Это и то благодаря серебряной лычке. То есть, истинная атака у них два идет. Ну и общая защита восемь. У них броня есть. И основная защита у них идет от щита. То есть, если будем атаковать со спины, в принципе, вырезать их сможем, как котят. Так, рыцари в кольчугах, оруженосцы, оруженосцы. С кавалерией тут поменьше. Это хорошо. Кавалерия это наш конек, наш бонус. И значит, мы сможем ударить славненько. Так, а как бы так сделать, чтобы... Ну, по-любому мы на этом ходу будем атаковать, потому что иначе заплатим нашей казной. Что с Парижем? С Парижем надо думать. Тут, конечно, ситуация посложнее. Тут у них уже и серебряных лычек побольше. Хотя копейщиков тоже у них немало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отрядов копейщиков. Крестьяне французские есть. Предатели. Крестьяне с луками. Ого! Два отряда лучников и два отряда лучников с длинным луком. Английское преимущество. Гасконские арбалетчики. То есть, стрелков тут поболее. Но при осаде это даже слабость, а не сила. И кавалерий тут, кстати, побольше. Двое оруженосцев. Нормандские рыцари и посильнее кавалерия, к сожалению. Защита двадцать. Атака шесть. Натиск десять. Может быть, наемники. Наемников гонят. Отсюда, конечно, и просели они по казне. Что меня волнует? Меня волнует... Так, два тарана. Одна лестница. Одна осадная башня. Стандартненько. Меня волнует, выдержит ли наш гарнизон парижский. Понятно, что лучше воевать в осажденном городе, чем в открытом поле. Тем более, мы сможем привезти только два дополнительных отряда кавалерий. Ну, три. Из буржа наше подкрепление тоже может подойти. Но тут только один отряд кавалерий. И в этом наша слабость. И нам нужно подкрепление из буржа для того, чтобы с минимальными потерями одолеть английскую армию на пути к Лермону. Тогда мы отправим наши силы, разделим, точнее, наши силы. Короля, наверное, отправим на помощь к Парижу. И часть сил отправим на помощь к Тулузе. Или в Тулузе просто увеличим гарнизон и таким образом справимся. Орагон меня тут смущает. Да, друзья, пришлось потратить побольше времени на подготовку к войне. Оценить наши шансы, чтобы понять, как действовать правильно. Так, если этих возьмем, нет, это новоприбывшие, поэтому не берем их. Так будет лучше. И можно даже увеличить кавалерии число в этой битве, что очень скажется хорошо на потерях, минимизируя их. Давайте сюда пошлем копейщиков, а нашего принца отправим, даже не знаю, наверное, к королю. Ой-ой-ой. Вместо кого? Тогда придется сюда отправлять. Да, небольшой фейлик случился. Будут подходить в качестве подкрепления, когда будут умирать наши войска. Обидненько. Ну что, давайте попробуем сразиться. Тысячу шестьсот против более двух с половиной тысяч. Все это для того, чтобы минимизировать потери. Чем меньше будут наши потери, золотой эталон один к четырем. Это один француз на четыре англичанина. Тогда мы эту войну очень быстро выиграем. Точнее, истощим вражеские силы и спасем нашу экономику. Ну что, приступим. Эх, выпить водички. Не мешает сражение. Предстоит волнительное. Война сладка тому, кто ее не изведал. Но англичане, видимо, забыли, что такое война. Мы им это напомним. Так, оцениваем рельеф. Если наши подкрепления придут, то придут где-то вот отсюда. Можно было бы выстроиться. Кстати, удобно сражаться зимой. Удобно почему? Потому что даже если сражение происходит в лесах, легче рассмотреть. Нет, буяющей зелени. Легче рассмотреть, что происходит. Так, давайте выставим наших. Лучников. У нас их 6 отрядов отдельных. Возвышенность выберем для них. Наших копейщиков. В ряды лучников тоже поставим, чтобы если что они смогли выдвинуться. Элитными копейщиками, наверное, будем зажимать и оставим их с флангов. Ну, я называю элитных, а какие они на самом деле, вы можете понять. Что это далеко не элита. Это что есть, как говорится. Есть оно и будем пользоваться. И хорошо. Ставим один отряд кавалерии здесь. Легкую кавалерию, как обычно, наверное, даже попробуем спрятать. Если что, попытаемся ударить спину врагу легкой кавалерии и как-то ими сманеврировать. У вас тоже в отдельный кулачок. Ну что, готовы? Не знаю, можно будет пробовать потом еще какие-то тактики интересные. Да, как мы и ожидали, примерно, подкрепление достаточно удобно будет подходить. Быстро смогут присоединиться к сражению. Ну, быстро, не быстро. Во всяком случае, зайти с флангов. Враги сразу идут к холмику. Убирают самую возвышенную область. Вы что, думаете, что я вас атаковать собрался? Вас больше, друзья. Перестраивайтесь и... Гоу бой! Смотрите, какая ситуация выходит. Выходят они... У них, если брать, к примеру, нападение, у них преимущество идет на... Правый фланг наш. То есть, тут они сильнее будут. С другой стороны, мы сможем тогда закрыть их, запечатать левым флангом. Поэтому ситуацию я сохраняю такой, как она есть. Но больше времени понадобится легкой кавалерии, чтобы прийти к нам на помощь. Часть воинов они спрятали. Давайте попробуем еще, наверное, минутку постоять, если они не выдвинутся. Они намекают, типа, давайте атакуйте. Мы, конечно, можем передвинуться сюда и к подкреплению к нашему будет нам ближе. Тут-то мы получим полное преимущество. Но битва в лесу тем плоха, что будут быстро скрываться из виду вражеские отряды. Соответственно, отсутствие возможности натиска нашей кавалерии удобного, так как они просто будут попадать в засаду врага. И таким образом, они могут нивелировать преимущество нашей французской кавалерии. Это плохо. Соотношение сил в вашу пользу. Вы что, офигели? А фонарели? Давайте двигайтесь. Не хотят они двигаться, маневрировать придется нам. Давайте тогда наши армии объединим. Те, которые спрятаны, мы их оставим. Пусть находятся тут. И передвинем наши армии тогда поближе к лесу. Спешить не будем. Поближе к нашим подкреплениям, но зато подальше от кавалерии, которая смогла бы поучаствовать. Так, они видят, что мы меняем свои позиции, тоже начинают какие-то действия. Да, им не очень удобно, у них очень мало лучников. Может, они идут к нам в виде наших движений. В любом случае, мы сейчас уязвимы. Если бы они ринулись в бой, у нас бы перестройка заняла бы много времени. Потому что у нас есть ребята, которые совершенно игнорируют приказы. Они хотят двигаться. Это, кстати, наш король. Я король, да, и я выше грамматики. Что ты мне приказываешь, французская судьба? Я не знаю, в чьей роли я выступаю. Удача, судьба, рок, Господь Бог. Но это, наверное, я много на себя беру. Так что, если учитывать чувства верующих людей, то извините, если я вас этим оскорбил, совершенно не хотел. Перестраиваются. Что за интересная формация другая у вас? Кавалерия у них по флангам. То есть, если что, было бы хорошо выманить их в низинку и на равнинку вообще. Зайти отсюда и вытеснять, вытеснять, вытеснять. Но я боюсь, что до определенного момента они вытесняться не будут. так. Давайте ускоримся и будем держать руку на пульсе. Да, частично их удалось вытеснить из леса благодаря нашему перестроению войск. Так, где вы? Давайте мы вас... Ага, ты стоишь там, где надо. Что вы там маневрируете? Отправились к нам? Все. Вот сейчас вот тот страшный момент, когда нам важно принимать решение. Сюда же кавалерию переводим. Где наш правитель? Правитель немножко отстал. мы можем попробовать отвлечь часть вражеской кавалерии, а с другой стороны вау-вау-вау-вау. Оруженосцы напрягают наших лучников. Сейчас так. Меня не устраивает то, как у нас все выбрано и выставлено, поэтому в отдельное копейщиков, кавалерию в отдельное, лучников в отдельное. Нам сейчас будет очень сложно ими управлять. Теперь паузу можно снимать, конечно, и держим пульс. Бегают они своими оруженосцами. Было бы неплохо их... Но они нас просто заставили потратить наши стрелы. Блин. Вот этих маневров меня начинают смущать, хотя честь и хвала вражескому искусственному интеллекту. Действуют они достаточно интересно. Рыцарев, кольчугов, куда вы отправились? Ждем, 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 ждем. Ага, пугают. В камешек он тут мешать будет явно. Мы уже часть стрел израсходовали, но врагу так и не нанесли урона. Вот хитрецы. Опять, наверное, будут делать маневр набега, так что нам, наверное, придется объединить наших воинов. Сейчас этот маневр закончится, и мы подойдем ближе к ним. да, таки есть маневр. Передвинемся на чуть-чуть. Всех лучников в отдельный отряд. кавалерию сюда поставим. Как-то сикася, кокася, вы становитесь. чтобы вам тяжелее было маневрировать. Это они пытаются сделать видимыми наши войска. Играйтесь с нами, англичашки. Так, ну, надо двигаться, надо двигаться вперед, можно даже попробовать. Нет, мы их не достаем. выдвинуть вперед наших лучников в это же время. Ого, а это уже агрессия. Стоять. Копейщиков вперед. Вот сейчас завяжется сражение, как обычно это бывает. мы бьем их лучников, сметаем отряд с натиска и их кавалерия вырывается вперед. Вот сейчас мы кавалерию вражескую будем ловить. Копейщиков вперед на защиту нашей кавалерии. Да, 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 кавалерия пошла. Рыцари в кольчугах бьют по нашим воинам. Сейчас мы попытаемся вау, 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 вау. Да, куда же вы перемещаетесь? Сражаемся. Лучников не затронули. Да, враг будет разбит, если мы подойдем ближе. Сейчас мы разобьем вражескую кавалерию. кавалерия попытается обойти нас с флангов. Давайте попробуем догнать рыцарей феодалов и заначку к бою. Так, и теперь заходить в спину к врагам, пытаться что-то против них предпринимать. Кто там у нас еще не работает. Отлично, часть вражеских воинов нам нам удалось погнать. Бьем во фланг. Нам сейчас главное заставить врага бежать. Убили вражеского капитана, который выполнял роль главнокомандующего. Ого! Начинается повсеместное бегство противников. Вот сейчас мы будем ловить. Кавалерии у нас предостаточно. Продолжаем сражение. Вот сейчас важно словить как можно более многих. Мы успели потерять только 3% воинов. Так, лучников. Хорошее сражение. Подготовка очень-очень сильно нам помогла. Помогла все сделать идеально. Главное теперь всех догнать. Тех, 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 кто пошел подальше убегать. Их в первую очередь. Всех остальных, кто смутился. Тут у нас два отряда действуют. Так, нам главное схарчать всех как можно больше. 800 пленных. Тут видите, тут самого сражения как такового не получилось. Тут исключительно враг был пленен. Вот. пожалуйста. Идеальное сражение. 41. Давайте так разделимся, чтобы сколько тут троих мы догоним. Вот, вот она вражеская кучка теперь. 48. и как только наши всадники останавливаются. Всех, всех берем в плен. Никто не должен уйти. да, можем пострелять. Поубивать. Пусть, пусть получают опыт. Смотрите, как по опыту сразу наши подросли. разбили. Разбивайте этого одного и вот в погоню за этими остатками. Это легкая кавалерия. Им такое задание будет по плечу. Да что же вы так медлите. Вот сюда давайте. И ускоряйтесь. Кто у нас без задания? Вот эта вот группировка без задания. Соответственно сюда. И вы без задания. Чтоб мы никого не опустили. не упустили. Кто то и тут еще бежит. Где это английское отродье. Давайте 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 вы должны противника догнать. Слушайте а так они шустрее начали вроде скакать. Просто отдаешь приказ догонять они с одной скоростью работают. Отдаешь приказ прибыть в определенную точку они вроде как ускоряются. Итого мы 1128 англичашек собрали в качестве трофеев. Давайте 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 друзья давайте добиваем всех. Я знаю что эти убегут есть двоих ударили двоим удалось сбежать они расскажут каково это было сражаться с французским войском вот они усеянные трупами англичан поляны да они своих главнокомандующих берегут не послали к нам на убой это все английские трупы в основном лежат лицом уткнувшись в грязь а это значит что они погибли спиной к врагу только часть из них боролась есть еще кто-то кого можно догнать где вы это конечно уже фанатизм но если честно мне хочется убить всех вот за это я и ненавижу леса тут мы вроде вот они вот они бегущие ого их тут нормально так скоро их накроют всех 1140 1140 пленных но 74 воина мы потеряли то есть соотношение сил примерно 1 к 18 1583 ладно потом почитаем самое главное что эти цифры нужно запомнить а нет вы знаете воспользовался только что калькулятором соотношение выходит 1 к 21 неплохо так на одного англичанина 21 на одного француза 21 мертвый англичанин хорошо это хорошая победа благодаря этой победе наши полководцы получили лычки опыта оруженосцы получили опыта рыцари феодалы крестьяне с луками рыцари феодалы даже 3 лычки опыта получили у всех у них серебряный опыт ополчения с копьями от опыти лось кто еще у нас кстати давайте посмотрим рекордсменов по захвату в плен 258 кто так хорошо рыцари феодалы справились да они легкая кавалерия 199 взяли оруженосцы а в прямом боевом столкновении больше всего потерь нанесли у нас рыцари феодалы 97 лучников вражеских уничтожили на втором месте у нас ополчение с копьями 45 уничтожило потеряли при этом 38 своих сержанты в кольчугах 40 уничтожили 11 своих потеряли соотношение сил куда лучше у них крестьяне с луками расстреляли 30 так ну это такой минимальный анализ что ж на этот момент в результате двух столкновений которые произошли по дороге по пути в клермон выкуп за 4000 ну мы предложили они отказались хорошо мы так их защитили клермон так защитили потери англичан в этой войне уже 2847 солдат 2847 солдат это больше половины нашей армии если сравнивать их так и что будем делать попробуем объединить войска фактически не поучаствовал наше подкрепление в сражении было лишним идем 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 на бурж проблема в том что я не знаю где где находятся противники где их много можно конечно отправиться к лиможу и осадить их там перевести войну на их территорию тогда может быть они оставят Париж в покое и пойдут отбивать этот замок но боюсь тогда взбунтуется Папа Римский заорет о том что оставьте католиков покой иначе я вас исключу без церкви будут у вас большие проблемы так кто у нас может вернуться я знаю точно что у нас часть отрядов может может вернуться так Петра может вернуться в бурж из буржа мы сможем очень очень хорошо контролировать ситуацию ну и на подходе к пуржу останутся части наших воинов а вот куда мы нашего принца Роберта отправим с одной стороны не хочется ослаблять эти замки потому что Священной Римской Империи я доверяю очень очень слабо так ну что сколько нам нужно ходов через один ход мы придем к вам заодно встретим если что бегущих куда куда вы отправитесь к Парижу отправиться куда же им еще идти блин ну так опасненько я их тут оставил хорошо хорошо друзья осаду значит Парижа оставляем ситуацию тут так как есть ну и будем тратить наши деньги нам нужно заказывать воинов пока тут так тут у нас заказ уже оформлен что здесь меч ники может быть кавалерия рыцарь феодалы но тогда мы сможем позволить их себе очень и очень мало ополчение с копьями на всякий случай ополчение с копьями и отряд легкой кавалерии 250 175 слушайте нам выгоднее легкую кавалерию нанимать чем мечников 275 мечники пока что выглядят на фоне легкой кавалерии как дешевые понты да и легкой кавалерии мы сможем передвигаться куда более эффективно так но не всех не всех нужно нужно один отряд тяжелой кавалерии и вот на этот фронт оставить я не знаю насколько я мудро распределил заказы все будет зависеть от дальнейших ходов противников может даже в брюге не стоит особо особо упор делать здесь взять например рыцари в кольчугах хотя хотя нам нужно будет кого-то еще и в поселении оставить слушайте вопрос очень серьезный легкая кавалерия окей хорошо тогда сделаем вот так вот будем упор делать на кавалерию что у нас по казне на следующий ход планируем оказать 4000 это значит в реале мы получим 2000 если не меньше у нас еще осада съест какие-то денюжки так тут у нас лучники мечники кавалерия лучники копейщики копейщики враг на следующем ходу будет отвлечен ему придется стянуть свои войска к лиможу если мы захватим этот замок то мы разделим английские группировки у них останется гасконь оторванная но у них это что руан у них что ли да руан потом нант возможно у них есть в британии а возможно еще нету это это в общем-то вопрос уже на следующий ход осмелимся ли мы его сделать уверен ли я что мы провели и сделали все возможное давайте сохранимся пока что начало войны меня радует что что подождите где я там увидел принцессу кстати агент у нас в Париже застрял священник и нет совершенно кавалерии ладно попробуем отбиться а нет есть 12 всадников хорошо передаем ход и будь что будет султанат аль-махадов насколько я помню ввязался в активные военные действия против португалии со временем он втянет в активные военные действия и Кастилию а затем и Арагон искренне на это надеюсь очень важно чтобы наши союзники так называемые в этом моде это именно так называемые союзники вот вам и осада Парижа хорошо есть возможность разбить осаждающую армию сохраниться мы сохранились если что баланс сил 7-10 вступаем в бой ну обороняться вроде как говорят всегда легче если есть ум в голове если есть тактическая сноровка кстати ребят если вы почувствовали что звук изменился виной тому новый микрофон нам с Ольгой давно пора было разделить наши интересы у нее теперь остался старый микрофон у меня новый насколько он более качественный или наоборот по ощущениям звук хуже да к нему нужно будет приноровиться тот старый микрофон конечно был идеален удовлетворял все мои потребности если это так можно назвать то есть ну он мне нравился полностью вот этот новенький в чем-то он меня не устраивает он конечно вроде как более совершенная модель но ладно к нему надо будет привыкнуть так что оставляйте ваши отзывы по поводу звуков одна осадная башня и лестница в общем-то мне выгодно чтобы армия врага разделилась так что я обстреливать осадные башни не буду я своих арбалетчиков сгруппирую на этом участке стены а сюда поставлю копейщиков и желательно тех которые не побегут вот так вот их выставлю чтобы если что они могли сдержать я надеюсь они сюда подойдут куда поставим мечников мечников наверное где-то сюда поставим с переходом тут они смогут защитить лучше всего арбалетчики лучники наверное выставим как как мы уже делали в какой-то из каком-то из моих прохождений попробуем лучников выставить сюда у нас немного конечно опытных копейщиков ладно поставим сюда часть даже подвину вот так вот их разброс конечно велик но раз два три четыре башни нам удалось задействовать то есть атака будет сильнее опытных копейщиков хотелось бы оставить и с этой стороны возле врат пусть защищают куда поставим нашего нашу кавалерию будем если что атаковать с разбега так ну и пару отрядов копейщиков в качестве замещающих так что мы делаем мы вот этих всех объединяем в одну группировку затем затем вот этих наших объединяем во вторую группировку надо защищать подходы к площади у нас в результате остаются два отряда копейщиков можно выставить конечно вот здесь на случай если враг таки прорвется так вот их выставить и еще один отряд неплохо было бы подстраховать ополчение с копьями здесь хотя можно лучников поставить к примеру так чтобы им легче эффективнее было обстреливать противника тогда второй отряд копейщиков я не знаю куда ставить может быть сюда за арбалетчиками пусть защищают их хорошо и начинаем битву я надеюсь все выставил правильно вот так вот чуть-чуть вперед подвину все наши стрелки пусть не боятся врага куда вы отправились хитрые так проредите количество ребят с копьями проредите количество тех кто отправится на или может быть кто здесь самое таки неприятное крестьян с луками бить не хочется они все равно не окажут особого сопротивления а тут будет мешать атаковать асад хотя нет с такого угла что не очень то и будет так ну что первый урон вроде как нанесли и ждем стоим ждем врага башенки вы атакуете да есть есть на это приятно посмотреть быстрее всего на нашу территорию проникнут ополчение с копьями но их 83 было 102 то есть удалось уменьшить на 11 человек их число пока что не не пробили врата и обороняем обороняем стены чего бы это нам не стоило если что вот как хорошо подведем поближе стоят не сделали ни одного залпа в чем проблема ну вот пожалуйста хотите мишень поудобнее вот вам ополчение с копьями ждем врага 47 ну тут они бегут я надеюсь до того как врата падут успеют подвести и отправить на стены еще отряды отлично все один отряд обращен в бегство без хорошего управления шансов у них мало 12% успели убить мы подведем поближе наших опытных копейщиков 92 3% мы потеряли все врата пробиты и сейчас хлынет английское войско готовы подойдите даже вот сюда подойдите перестраивая перестраивается враг это дает нам время ударим их в спину лучше всего у нас работают лучники сработались подойдем поближе так интересная тактика у этого искусственного интеллекта англичане ведут себя очень очень пристранно такое вижу впервые что-то там выстраиваются очень хорошо что мы зажали их с двух сторон эти арбалетчики вообще фигово себя ведут практически не зарасходовали свой боезапас может быть покажут себя здесь ладно пусть стреляют не буду их смущать или может подвести их сюда поближе чтобы они если что могли вот эту толпень атаковать за все про все 6% потеряли мы 22% потерял враг то есть практически 1 четвертую кого вы тут сюда отправили французских крестьян зря вы парни этих сюда отправили лучники все закончили ладно пусть пусть охраняют башенку давайте атакуем кавалерию арбалетами у нас тут еще есть масло кипящее по-моему иначе кто бы нанес урон такой есть бегут еще один отряд бежит 27% если успеем 30% до того как они вторгнутся перебить то победа будет я вообще надеюсь что победа будет за нами давайте друзья открывайте огонь заряжайте свои арбалеты давайте потому что тот мизер который вы сейчас настреляли это вообще ни в какие ворота вы в кого стреляете подождите стрелять не стрелять я сказал ваша очередь настанет когда нужно будет прорежать войска ну же ну же вот оруженосцев видите или нормандских рыцарей какое поражение вы о чем пошли ополчение с копьями это первое кого они выставили против нас и первый натиск по ополчению с копьями да и наверное первый зал по ним тоже дадим нет дадим позже после натиска 12 33 совсем совсем слабо атакуют нам главное заставить вот этих вот бежать ребят потом если что мы за стены выйдем сражаются насмерть давайте 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 тут мы вас перебьем и отводим для нового удара есть погнали 39% враги пошли ну конечно же бегущие пройдут сквозь ряды всех остальных и это очень-очень ослабит противника 13 на 40 начали поактивнее вроде боезапас заставит по чуть-чуть что вы за это поражение зоны ага понятно у нас проблемы хотя и тут тоже лучники выстроились атакуют давайте с этой стороны атакуем их они все на стены высились понятно и упор делают на стены фактически истребили здесь отряд наших копейщиков давайте тогда наверное обстреляем их здесь я что-то и забыл что мы можем знатно ударить 13 на 43 интересно можно прийти к ним туда ох как сразу повысаживались крестьяне с луками а то обстреливали что же вы не решаетесь зайти вот бегут наши первый бегущий наш отряд 15 на 45 втягивать лучников сражения это будет абсолютно бесполезно давайте попробуем с другой стороны зайти лучников соответственно со стен спускаем нет 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 куда вы отправились вот сюда что-то что-то там как-то удается вроде обстреливать но очень неудобная позиция для обстрела перейдите ка вы друзья вот сюда поближе я конечно понимаю что определенно рискую лучников подведем сюда для того чтобы морали побольше у наших было повернем в эту сторону на всякий случай что удается выстреливать давайте ополчение обстреляйте хотя бы 51% неплохо вот и остановитесь тут подойдем поближе ударим по крестьянам с луками нам это удобно будет делать а врагов мы здесь зажмем выстроился искусственный интеллект не решается они понимают что если они сейчас зайдут то просто наступит месиво и они быстро проиграют они оценивают свои шансы очень мудро ударьте вот сюда на этот участок пытаются сначала контроль видимо получить над башенкой шлют сюда еще и еще своих воинов но при этом уже успели потерять 55% состава все кто бежал я так понял у них либо остановились да что же вот как-то тормолитчики эти мне не нравятся вообще ну или в нормандских рыцарей вообще не атакуют если атакуют очень-очень слабо вот заставили бежать еще два отряда и и и пошли поняли что на этом участке ничего не светит нет вы что издеваетесь над нами заходят заходят зажимаем атакуем нормандских рыцарей не знаю что там мне поют я знаю одно победа близка и ради этой победы я выложусь на полную давайте друзья давайте не стоим заряжаем вы для того тут и стоите чтобы валить этих оруженосцев и вражескую кавалерию можно конечно было бы зайти в спину ударить нашими копеечками но я думаю арбалетчики справятся куда эффективнее 21 на 65 еще один залп натиск хабиларов идет масло убивает кого-то кто-то немногих конечно убивает масло давайте давайте друзья заряжай конечно копейщики тут просто святые это герои которые держат основной натиск ложим английскую кавалерию 25% потерь немного тут трупов но определенный успех есть фактически враг почти разбит наверное осталось ударить в спину вражеской кавалерии до этого успеет еще один залп сделать отходим и с кем тут идет сражение ополчения с копьями добиваем нормандских рыцарей это я так понял мы убили вражеского полководца все теперь о их морали будут петь в легендах о том как побежали трусливые англичане и выходим нашей кавалерии теперь надо собирать урожай крестьян с луками и всех остальных пленных 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 берем гасконских арбалетчиков я бы даже оставил дабы тоже побежали они 13 12 16 ну наверное основной упор будем делать на те отряды коих много и попробуем помочь помочь себе брать в плен нас вроде еще арбалетчики отстреливают выводим всех кто может на поимку врага давайте гасконских арбалетчиков прежде всего атакуем если вы просто пройдете через этот строй кто-то умрет да умирают они как волнами бегают собирайте собирайте их лучники с длинным луком да вот это вот тоже очень очень опасные твари те еще давайте завершим с гасконскими арбалетчиками уже 181 пленный солдат всегда хорошо в городах держать один отряд легкой кавалерии потом лучников с длинными луками этим наверное позволим бежать тут нам еще очень многих предстоит убить да и гнаться к ним когда они уже практически подошли к границе четверо двое вот крестьян с луками их 40 так ну теперь можем ускорять в принципе нам я думаю один отряд кавалерии самые многочисленные отряды с ними он разберется притормаживайте вот давайте вот этих еще добьем 200 пленных 250 набираем набираем их тут пятерку соберем ооо хорошая такая кучка туда ушла сюда отправим тоже выгодный забег будет было отправить арбалетчиков они бы конечно достреляли остатки поимка одного насколько большой отрядик сюда убежал тоже большой отрядик но их мы уже вряд ли догоним мы выбрали крестьян с луками почему-то вдруг там лучники с длинными луками бегут так и нам придется добивать чтобы закончить сражение вот этих вот всех парней давайте 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 быстрее а то наш бой уже изрядно затянулся хорошее сражение Париж фактически освобожден погоня такой отряд копейщиков пытается догнать давайте без остановки просто сокращается дистанция сокращается кучка особо наглых копейщиков вырывается вперед есть убили все наша победа и англичане теряют в этой битве 1258 солдат из 1369 мы потеряли 244 воина что ж наших потерь уже больше 2000 за весь этап игры ну а у англичан потери куда больше что ж вот такое вот сражение и соотношение потерь здесь 1 к 5 1 французский воин погибал на 5 английских воинов и всего английская армия к этому моменту успела потерять 4105 воинов мы потеряли 582 солдата но 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 война конечно на этом не заканчивается жуткие потери англичан 4105 воинов учитывая что вся наша армия которую мы до этого момента успели собрать это 4757 воинов сами можете представить соотношение сил так полководец у нас знатно подрос у него 3 серебряных лычки в остальном фламандские пехотинцы хорошо первую свою лычку получили да кто у нас наклепал потерь нанесено 118 110 фламандские пехотинцы отлично справились на стенах для защиты города во время осады они самое то и ополчение с копьями причем личного состава потеряли мало ополчение с копьями личного состава потеряли достаточно много и охрана полководца лидер по взятым врагам в плен что ж надеюсь 4105 трупов заставят Англию задуматься а нужна ли им такая война хотя когда трупы заставляли остановиться противника согласились платить тем не менее к буржу подводят еще почти почти две трети стека воинов то есть у буржа состоится я так понял следующее сражение торговля возобновлена в Париже теперь уже не 1200 а 2100 дохода приносит нам наш город армия наша увеличится к следующему ходу и мы сможем перейти в наступление от сдерживания к наступлению такая вот быстрая война сколько это уже год по сути она будет длиться когда ход закончится когда будет лето 1161 осенью она началась в переходе ходов и летом может быть произошел переломный момент этой войны хотя точно сказать еще точно говорить еще рано это только 4000 английских солдат если у них 15000 и всех их поведут сюда то нас еще ждет как минимум 10 или 11 тысячная армия так 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 что мы видим ребята тут ходят наращивают группировочку свою возле перпиньяна нам срочно нужно отводить войска сюда чтобы так из марселя тоже вышла часть солдат видимо у арагона больше нет объектов для захвата и они начинают серьезно задумываться о том чтобы отхватить еще чью-то территорию и смотрят на наши 9 графств а точнее на готью которые однажды они уже пытались захватить да казна меня мягко говоря разочаровала 1837 денюшек дождь венеции умер новая принцесса третья уже в лето господне 1162 в палермо умирает энрико аристипа первый министр короля сицилии в то же время это был один из первых переводчиков греческих научных и философских произведений о его жизни известно немного он был архидиаконом в катании перевел альмагест клавдия птолемея менон и федон платона извините если неправильно прочитал название и обязательно поправьте хочу узнать правильное произношение некоторое произведение аристотеля во франции в пуатье завершено строительство собора собора нотр-дам ле грант если бы у нас только война с Англией началась в мальфете начинается строительство собора Мадонны Мучеников совет знати 947 для того чтобы ситуация в стране в любой момент и при любых обстоятельствах оставалась стабильной нам нужно 11 членов совета знати которые бы поддерживали нашего правителя четверо мы еще можем склонить в нашу сторону семеро всегда будут против нас новое задание злодея нашли нам кто это смерть этого злодея пошла бы на пользу нашей державе совет рекомендует отправить убийцу дабы закончил он земной путь этого человека наш совет так глостер норман в награду вы получите 2,5 тысячи золота то есть вы предлагаете сделать это с помощью убийцы давайте посмотрим может кого-то по пути сможем грохнуть торговцы наши стоят приятно видеть их живыми и будем идти по чуть-чуть передвигаться заодно по пути убийцы получать информацию о нашей территории есть ли где-то армии копит ли армии священная римская империя возле наших границ мы скатились на 22 место по армии мы поднялись на 26 место у ребят армии я думал с наймом у меня не маленькая армия раз стек 2.5 стека у меня как минимум есть а если мы на 26 месте так хорошо злодея мы убьем сводка новостей начинающий командир плюс 1 командование элис капитинге это наша новая элис он 2 бургундии сокровище вражеского генерала есть минус 5 к скорости передвижения минус 1 к личной безопасности хорошо 1000 мы получим так в буржах закончилось строительство мастерской баллист найм произведен державы заключившие союз шотландия и арагон неплохо наши союзники союзничают с нами соответственно шотландия враг англии арагон англии не поможет а вот начавшие войну кастильи леон и португалия это конечно обидно португалии так наверное достанется от султаната а вот еще если и кастилья вмешается в эту бойню им тогда вообще будет больно так а что вы тут делаете почему вы перебрасываете сюда ко мне войска плохо то что арагон в этом всем деле остается не задействован и он как бродящее вино в закупоренном сосуде давление увеличивается возрастает и когда-то это все дело взорвется что ж друзья серия была наверняка и так достаточно длинной на этом я буду заканчивать все остальные перемещения регруппировки и подготовку к продолжению наших активных боевых действий а также военную дипломатию которую мы обязательно проведем на 15 ходу вы увидите уже в следующей серии оставайтесь с нами и следите за нашей войной с Англией очень важно чтобы Франция сумела сохранить отвоеванные территории и приумножить свои владения